В Крыму приехал один из самых позитивных и авторитетных европейских политиков. Верный друг России Сильвио Берлускони. Бывший премьер Италии приехал сюда к Владимиру Путину. Президент России лично показал гостю достопримечательности полуострова. А началась встреча неподалеку от того места, где похоронены более двух тысяч итальянцев. Это солдаты Сардинского королевства, которые погибли здесь в Крымскую войну. Репортаж Павла Зарубина. Тяжеловес европейской политики Сильвио Берлускони. Сегодня в Крыму российский президент Путин приветствует его на итальянском. Мемориал в память о солдатах Сардинского королевства. В середине 19 века во время тяжелых боев Крымской войны. Здесь, на горе Гасфорта, погибли более двух тысяч итальянцев. Позднее в этом месте соорудили некрополь. Однако во времена Второй мировой войны в ходе обороны Севастополя именно здесь проходил передовой оборонительный рубеж. Часовня и Некрополь были разрушены. О том, какие драматические события разворачивались в этом месте, напоминает лишь небольшой мемориал. У нас мемориал французам есть, англичанам и туркам. Нам бы хотелось, чтобы итальянский был более красивый. Можно сделать что? Можно здесь разбить парк? Можно сделать как парк? Небольшой. Можно сделать как парк? То есть было бы хорошо сделать парк вокруг этой зоны. И нужно тогда проработать с музеем артиллерии в Турине, получить имена погибших здесь и на стеле или рядом со стелой в парке разместить. Или в парке мы можем добавить эти таблички с их именем. Таблики с их именем. Таблики с их именем, которые имеют в виду, которые имеют в виду. Спасибо. Тогда нам нужна ваша помощь. Но мы нужна ваша помощь. Да, я лично займусь этим вопросом. Берлускони, явно воодушевленный, предлагает свои идеи, как реконструировать этот комплекс. А мы можем еще и дополнительные растения тогда из Сардинии еще прислать, чтобы здесь был такой сардинский парк. Потому что именно сардинские растения бы тоже напоминали о том, что произошло. По данным информационного агентства ТАСС, последние два дня Берлускони провел в Сочи. Поездка в Крым – его личная инициатива. Сильвей Берлускони не раз заявлял, что Россия в ходе украинского кризиса заняла абсолютно верную позицию. Что проведен на референдум в Крыму – это проявление права народа на самоопределение. Но и вот сегодня Сильвей Берлускони сам в российском Крыму. Точная программа неизвестна, но, судя по всему, вместе с президентом Путиным они намерены посетить все основные крымские достопримечательности. Несколько минут назад российские президенты и итальянские экс-премьеры прибыли в легендарный Ливадийский дворец. Место, где определялось послевоенное устройство всей Европы. И были достигнуты компромиссы даже по самым тяжелым вопросам. Сейчас, когда напряжение в мире из-за действий западных стран явно нарастает, место тем более символичное. Заехали Путин и Берлускони в Массандровский дворец императора Александра Третьего. Это столовая, самая красивая помещение. Конечно, было бы, наверное, неправильным, если бы в программе не оказалось посещение знаменитого объединения Массандра. Да, Группа, главный подвал России, завод Массандра, основанный в 1894 году великим русским виноделом, князем Львом Сергеевичем Голицыным. Берлускони, который, конечно, как и любой итальяне, зная толк в хорошем вине, изучает все максимально детально. Особенно подробно вместе с Путиным рассматривают стеллажи, где хранятся вина времен Второй мировой войны. Несмотря на происходящее, тогда коллекция все равно пополнялась. Один миллион бутылок. Вдуматься только, здесь вина урожаев каждого года, начиная с 1874-го. А некоторые бутылки хранятся здесь уже 240 лет. Только по самым приблизительным прикидкам стоимость этой коллекции 4 миллиарда евро. В советские времена Массандра располагала виноградниками на площади в 10 тысяч гектаров. Во времена независимой Украины осталось меньше половины. То, что культивировалось столетиями, погубили за 20 лет. Сейчас началось восстановление виноградников. Мы очень рады, что мы вернулись в Россию. Это, понимаете, мы изначально строились как русский завод. Один из лучших индикаторов настроения крымчан – Ялтинская набережная. Появление здесь Путина и Берлускони стало для жителей города и гостей полной неожиданностью. Приветствуем вас, Берлускони. Ялтинцы и туристы, конечно, быстро сориентировались и стали одни за другими просить о фото. Не отказали никому. Зашли Путин и Берлускони в кафе на набережной, где пообщались с представителями итальянской диаспоры в Крыму. Путин пообещал им внести изменения в указ о реабилитации крымских народов, расширив список и включив в него итальянцев, которые вернулись на полуостров после депортации. Павел Зарубин, Павел Меер, Антон Березин, Константин Морозов, Андрей Юрчук и Юлия Щедрова. Вести. Крым.